Для всех моих подписчиков суббота это день новостей. По утрам в субботу мы рассказываем самые интересные события прошедшей недели. И странно, статистика, YouTube говорит обратное, что суббота это тот самый день, когда видео наоборот никто не смотрит. Вообще, в принципе, никто не смотрит, хотя цифры просмотров именно новостей субботней говорят обратное. Кому теперь верить? В сегодняшних новостях говорим, как всегда, про Apple. Каждый день новые утечки, новая информация. Сегодня не самая положительная информация. Новый конфликт Huawei, ZTE и США теперь вообще чуть ли не на самом официальном уровне. Слиты, как мне кажется, умышленно Galaxy Note 20 на российском сайте Samsung и многое другое. Погнали! Первая новость будет идти про Apple и про завышенные ожидания от новых айфонов. Мы уже что только не обсуждали. Отсутствие блока питания в комплекте 12 айфона. И даже, предположительно, называли все четыре модели, которые выйдут этой осенью. Но, по мнению аналитиков, ситуация будет довольно плачевная. Плачевная со знаком X2. И, как бы, вроде бы и пандемия сходит к своему логическому завершению. Да нет, проблемы начинаются. И компания Apple вынуждена занижать прогнозы по продажам новых айфонов. О природе возникновения и источнике слухов пока ничего не известно. Но в сообщении ресурса DigiTimes говорится, что у Apple меняется цепочка производителей. Что довольно негативно скажется на объемах продаж. Обычно Apple пользовались заводами на Тайване. А сейчас компания аккуратно диверсифицирует свою цепочку поставок. И увеличивает долю китайских компаний в цепи производства. Уже сейчас многие новые iPad, Apple Watch и даже AirPods производятся исключительно в Китае. И есть большая вероятность, что доля тайваньских монополистов будет снижена еще сильнее. Как сообщает источник, практика показала серьезное сокращение расходов. А в будущем такая диверсификация поможет избежать возможных рисков. По подсчетам специалистов предполагалось, что новые iPhone, как всегда, каждый год, будут продаваться объемами 30-40 миллионов штук. То есть 30-40 миллионов iPhone. Но в этом году ситуация изменится и количество новых дорогих iPhone уменьшится до 15, максимум 20 миллионов. Это, знаете ли, ни хрена себе какое падение. И как бы много всего не говорили аналитики, самая интересная информация попадает нам от инсайдеров, которые в этот раз откопали очень примечательную функцию в Mac OS и специальный дополнительный гаджет для iPhone. Apple не обошлись всплывающей звонилкой в новое iOS 14, решили пойти значительно дальше и разработать свой аналог Samsung DeX только для iPhone. Как утверждают различные источники, в недрах Купертиновского штаба уже давно трудятся над док-станцией, которая позволит подключать смартфон к монитору и позволит использовать десктопный интерфейс. И ведь действительно, если компания Apple делает ставку на ARM-системах и показывает, что на мобильных процессорах можно запускать десктопные программы, почему бы для этого и не использовать ресурсы мощного смартфона? Подключил его в док-станцию, развернулась какая-то особая версия операционной системы, а там тебе какой-нибудь монтажик и какие-нибудь звуковые программы и стандартное iOS-приложение. Кстати, помните, был такой замечательный сервис, назывался Apple Arcade? Ну, как был он и есть, я, в принципе, даже играю в некоторые эксклюзивные игры, но, видимо, компанию Apple не очень радует то, что происходит с этим сервисом, и результаты некоторых блокбастеров в этом сервисе их не устраивают. Они решили что-то опять переделать. Сейчас в сервисе Apple Arcade около 100 игр, и аналогов этим игр все еще нет, но Купертино недовольна имеющимися результатами, поэтому было решено менять стратегию, и полетели головы. А точнее, Apple стали расторгать контракты с некоторыми разработчиками и удалять игры, которые считают недостаточно качественными для Arcade. Основная задача сейчас сделать сервисы и игры в нем максимально увлекательными и привязывающими пользователей к экосистеме Apple. И вы знаете, вот в этой всей истории показательно то, как классно работает подписочная система. Ведь если ты не будешь наполнять свой сервис достаточным количеством качественного материала, контента и игр, то люди просто перестанут платить за продление подписки. Всегда, знаете, нить натянута, и приходится, скажем так, все силы в кулак, и как бы стараться, посмотрим, что из этого выйдет. Выход Samsung Galaxy Note 20 не за горами. Уже стало известно, что в этом году компания Samsung как бы не будет участвовать в ежегодной выставке IFA в Берлине. Они там были постоянно хедлайнерами. Да и в принципе, не знаю, будет ли проходить IFA, хотя новости такие были, что IFA якобы будет проходить, Samsung не приедет. То есть Galaxy Note 20 и презентация новых часов пройдет отдельным ивентом, якобы в онлайн режиме 5 августа. Но что произошло? Российский сайт Samsung официальный, то ли специально, то ли случайно, открыл страницу с реальным изображением Galaxy Note 20 в красивом таком бронзовом цвете. Я хочу сказать, действительно симпатичный смартфон. И вот он, Samsung Galaxy Note 20 во всей красе. К слову, дизайн не стал неожиданностью. Инсайдер OnLeaks показывал нам его еще в мае. Но чего не угадал никто, это цвет Mystic Bronze. Вероятнее всего, именно он станет основным рекламным цветом для линейки Note 20 и своеобразным ответом на зеленый в iPhone 11. Единственный вопрос, будет ли это обычный Note 20 или ультраверсия. Но, судя по имеющемуся изображению, обновлений будет много. Жаль, что не открыли страницу с характеристиками. Мы могли бы и на презентации сэкономить. Возможно, скоро нас ждет пополнение на рынке смарт-часов. И, возможно, Google наконец-то сделает свои Pixel Watch. А почему? Ну, есть как бы нормальная ситуация с Qualcomm. Они наконец-то показали новые процессоры для носимой электроники. Qualcomm представила новые чипы для умных часов. Называться они будут Snapdragon Wear 4100 и 4100+, либо же 4100, 4100+. Оба процессора выполнены по 12-нанометровому техпроцессу. И в сравнении с предыдущим поколением производительность-то выросла на 85%. К тому же, переход на новый техпроцесс благоприятно повлиял на следующие показатели. При использовании GPS потребление снизилось на 22%, во время звонков VOLTE на 29%, при стриминге музыки по 4G на 35%, при воспроизведении музыки по Bluetooth на 35%, при использовании голосового помощника энергоэффективность улучшилась на 37%, а при просмотре уведомлений на целых 42%. К тому же, там появился новый чип, который улучшит работу системы Always On Display. Теперь количество цветов вместо 16 тысяч будет 65 тысяч, то есть будет прям цветастая картинка на Always On Display, что для часов приоритетно важно. Очень важным событием прошедшей недели стали события в Индии. Это очень крупный рынок, где потребляется максимальное количество китайских смартфонов, а количество фанатов бренда Xiaomi и OnePlus там просто рекордно. Это, можно сказать, метка этих двух брендов. Казалось бы, все хорошо, и китайское правительство, и китайские компании вкладывают огромные средства в финансирование местных стартапов. Идет максимальная поддержка, потому что рынок действительно приоритетно важный, но внезапно правительство Индии решило заблокировать больше 50 основных китайских сервисов на своей территории. Типа безопасность и все дела, да, как обычно правительство говорит, что кажется нам, что вот эти вот приложения разные китайские, они слишком неправильно используют пользовательские данные. А в список приложений вошли такие сервисы, как TikTok, что теперь будут делать индусы, где они будут танцевать свои танцы. Это непонятно, да, вот странная штука получается. Сервисы Xiaomi Mi Community и видеозвонки от Xiaomi тоже заблокировали. Знаменитый почтовый сервис QQ заблокирован, WeChat заблокирован, 50 крупнейших китайских сервисов. Идут вопрос китайцам теперь, какой понт продавать китайские смартфоны, если все лазейки прикрыты. Чувствуется влияние США, согласитесь? Компания Xiaomi устроила аттракцион просто невиданной щедрости, ну, у себя на родине, в Китае. И там происходят невероятные события. Поддержка старых устройств прям на максимальном уровне. И, как оказалось, количество старых смартфонов Xiaomi, начиная с Mi 5, до сих пор очень и очень много. Что делать этим людям, которые пользуются старыми смартфонами? Аккумулятор деградирует, надо менять запчасти, и Xiaomi все устроила. С 1 по 7 июля в Китае проходит акция по замене аккумуляторных батарей в различных смартфонах Xiaomi и Redmi. И стоимость этой услуги всего 7 долларов. Если случится так, что батарейки нет в наличии, то замену произведут позже. Главное, не проморгать время подачи заявки на участие в программе. В список поддерживаемых моделей неожиданно попали Xiaomi Mi 5 и Xiaomi Mi 6, которые стали знаковыми для компании в свое время. Жаль, что локация проведения акции ограничена. Надеюсь, в скором будущем такие инициативы доберутся и в наши страны. И, как вы заметили, в мире происходят разные тенденции. Постоянно кто-то умудряется что-то блокировать. Какая-то страна пытается повлиять на другую страну и ввести какой-то запрет на китайские сервисы, на китайских производителей. И если так пораскинуть мозгами и подумать, что мы с вами вообще предпринимаем, получается мы выбираем наилучшее из двух зол. Ну, о чем я сейчас говорю. Ты любишь китайские смартфоны, они дешевые, они замечательные. Но есть большой риск, что рано или поздно какие-то функции этого смартфона или какие-то сервисы или доступ к Google будет заблокирован благодаря Америке. То есть здравомыслящий человек думает так, значит мне нужно купить какую-то платформу, за которую точно никто не возьмется. А за какую платформу никто не возьмется? За платформу, которая разработана в США. Почему так? Ну, потому что США являются виновником этого торжества. Они влияют на всех. И вот так приходится примыкать к какой-то экосистеме Apple, потому что вроде американская компания, кто ее запретит. Либо же использовать сервисы компании Google на смартфонах, которые точно не заблокируют. К примеру, Google Pixel. Ну, кто до него доберется? Купил ты себе и пользуешься. А что будет с китайским смартфоном, не совсем понятно. То есть выбираешь из двух зол самое удобное для себя. Вот в такое время и живем. И вот следующая новость об этом. Опять противостояние Huawei. И сюда даже еще и попала компания ZTE. Сегодня стало известно, что США не планируют отступать и продлевает все имеющиеся запреты еще на один год. И объявил Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. Глава FCC Аджит Пай заявил, что Huawei и ZTE поддерживают тесные связи с коммунистической партией и военными ведомствами КНДР. Они подчиняются китайскому законодательству, которое обязывает их вести бизнес в интересах Китая и сотрудничать с разведывательными структурами. Как все обстоит на самом деле, известно, наверное, только Ким Чен Ыну. Но факт остается фактом. Еще один сложнейший год. Друзья, а под конец этих новостей я хочу вас всех поздравить. Знаете, с чем? 2020 год сложнейший год. И половину этого года мы официально прошли. То есть июль месяц, 50% пройдено. Хотя, как показывает практика различных событий и сценариев, вторая половина всегда самая сложная. Черт знает чего ждать. Пандемия опять начинается по второму, у некоторых по третьему кругу. Осень обещает быть сложной. Надеюсь, как-то переживем и прорвемся. Всем удачи, хороших выходных, не болейте, пока.